Приветствую тебя зрители, меня зовут Деквин и я предлагаю твоему вниманию 44 выпуск дневника игроков WoW, в котором я расскажу про патч 6.2 и то, в каком состоянии игра была на момент его выхода. У фанатов и хейтеров игры есть несколько вечных тем для обсуждения на форумах и всяких сабреддитах. Среди них количество подписчиков WoW и того, когда проект накончательно загнется. Они являются целочисленными выражениями глобального постулата, сформулированного еще во времена БК. WoW не торт. Или торт. Отчет Blizzard перед акционерами за первый квартал 2015 года снова поднял эту животрепещущую тему. Сухие цифры говорили о том, что за отчетный период количество подписчиков игры уменьшилось с 10 миллионов до 7,1 миллиона. Это был один из самых глубоких провалов за все время существования игры. Даже во времена катаклизма отток был не так стремителен. Каковы же были причины этого? Причина хроническая, которая свойственна всем парковым ММО. Контент закончился. Квестовые цепочки 90-го сотого уровня давно пройдены, гарнизоны и соратники прокачаны и одеты до упора. Легендарное кольцо на фарме. В Миссов Пандайра кроме рейдов в патчи выводили большие квестовые хабы. Остров Грома, ивенты в степях, вневременной остров. Несмотря на все недостатки, эти локации давали игрокам некий набор различий. Да, в патчах Дренора появлялись новые квесты, которые давали не PCI в гарнизонах, но это было немного не то. Мне, например, вообще не захотелось проходить их до конца. Гарнизон. Основная игровая система, которая была введена в Warlords of Draenor, слишком превалировала над всем остальным, но при этом не привносила разнообразия в игру. Идея была неплохая и своевременная, и игра давно нуждалась в еще одной плоскости развития персонажа, и в определенном плане это действительно было так. Но после достижения третьего уровня гарнизона прогресс останавливался. Очень скоро сформировались и основные сетапы зданий. Ну, то есть, тот набор, который был наиболее оптимальным. А дальше все, пик. Зашел в гарнизон, собрал ресурсы, дал пинка соратникам, и все. Те же дейлики, только в одном месте. Патч 6.2, в последствии которого вышла гавань и корабли, особо не изменил ситуацию. Упрощение классовых механик. Одевание куклы Маши и тюнинг обвеса, это была отдельная мини-игра. Подобрать чанты, камни, перековать вторичные характеристики. И, полутав вещь, мы бежали ее доводить, комбинировать с другими, заниматься теорикрафтом. Это было интересно и развлекало само по себе. Что мы имели в Дреноре? Полутал вещь, одел и все. Думать больше не надо. Количество чантов и камней урезано было до упора. Я уже в начале 2015-го начал играть в Вив Онлайн, и у меня глаза разбегались от количества фитов для кораблей. Из одного и того же корпуса можно было сделать судно с совершенно разными функциями. К привеликому сожалению, Вов пошел по пути тотального упрощения, что было безусловным минусом. Убитая экономика и упрощенный да нельзя крафт. Я регулярно играл на рынке с конца 2009-го года. Летом и осенью 2010-го крафтовые альты были главным развлечением в игре. В Дреноре мне не хотелось ни торговать на рынке, ни заниматься крафтом. Эта часть игры была усушена и упрощена до безобразия, и к тому же жестко завязана на гарнизон. А старые рецепты уже не имели того значения, что имели раньше. Особо на них нельзя было заработать. В чем-то ситуация напоминала мне весну 2011-го года о ранней катаклизм, когда, добравшись до эндгейма, игроки поняли, что впереди только рейды. И тут у игроков были рейды и прокачанный гарнизон, которым уже было нечего делать. Сравнивая Дренор с Пандарией, я отмечал еще одну особенность. Несмотря на то, что острова с тумана был притянут за уши, в Миссов Пандария был стройный сюжет, совмещавший в себе как драму, так и юмор. Первую половину дополнения патч шли один за одним, развивая сюжет с такой скоростью, что не давали опомниться, и с каждым витком сюжета мы получали небольшую локацию и кустовый хаб. В Дреноре такого не было. Основной сюжет стоял на месте полгода. Смущало и то, что многие наработки из Пандария не были использованы в Дреноре. Например, динамические ивенты в степях. А где куда подевались сценарии? Где аналоги внеберменного острова, который нам обещали? Почему этого нет? Напомню, что Blizzard обещали выпустить такую локацию, как остров Фавролон, в одном из контент-патчей, но она так и не оказалась в игре. Почему этого всего не было? Ну, а что вы тогда удивляетесь, с чего игроки уходят? Катаклизм был экспериментом, в ходе которого разработчики в том числе основательно подрихтовали старый мир. От Warlords of Draenor осталось впечатление дополнение, с которым не знали, что делать. Кажется, что разработчики так и не понимали, что в конце должно было выйти. Презентация на Близкуне 2013 года была сырой, релиз задержали на полгода, а старт дополнения был худшим за всю историю игры. Заявка о том, что будет всего два рейдовых тира, обычных было 3-4, прямо говорила, что дополнение планировали сделать самым коротким. Косвенно намекала на это, на то, что этот этап в игре Близзы хотят проскочить как можно скорее. Именно по этой причине уже в марте 2015-го я начал активнее играть в EVE Online, где с большим интересом занимался эксплорингом в Вормхолл пространства. Там грабил заброшенные космические станции. И в ВОВ я заходил главным образом в рейдовые вечера. Я, да не только я, все остальные ждали патч 6.2. Патч 6.2. Ярость Адского Пламени. Дата релиза 24 июня 2015-го года. Последний крупный контент-патч дополнения Warlords of Draenor вышел в конце июня 2015-го и получился, скажем так, довольно сочным. Начнем с сюжета. Большая часть вождей Железной Орды ушла к прадцам. Из действующих остались Гулдан, Киллрок и Громмаш. Гулдану удалось провернуть свое дело с кровью демонов, и теперь в дело вступает Пылающий Легион. Цель Легиона те же, что и в нашей реальность. Завоевать Азерот с помощью орков. Кровь Монорота они выпили, Громмаш от дела отодвинуты, самое время начать. Основной базой Легион избрал крепость в Танаанских джунглях, которая так и называлась Цитадель Адского Пламени. Гавань в гарнизоне. Высадку в Таанан мы проводили с моря, для чего нам дали гавань и корабли. Таким образом, гарнизон получил расширение в виде еще одного типа зданий и кораблей. Добавился еще один тип миссий – морские. В целом, они были аналогичны тому, что мы уже делали. Выбираем команду, корабль и отправляем их грабить куруваны. Таананские джунгли – новая зона для хай-левелов, в которой разработчики дали много всякого разного, кроме дейликов. Там маунты, петы, сокровища в кустах, игрушки и всякое такое. Для того, чтобы туда попасть, надо было сделать небольшой квест. Здесь же находился и вход Цитадели Адского Пламени. А следующее новшество должны были порадовать любителей инстанцев на пять человек. Впрочем, таких было не очень много, но тем не менее. Разработчики ввели два новых типа подземелий на пять персон. Подземелье эпохального уровня сложности. Поскольку героики уже давно не требовали особого героизма, разработчики ввели новый формат эпохальный. С боссов падали вещи 685 уровня, а с ластов подземелий с некоторым шансом падал предмет 700 уровня. Путешествие во времени. Переработка и повторное использование старого контента уже стало привычным делом. На сей раз это коснулось старых пятерок. Теперь, зайдя в режим путешествия во времени, ваши доспехи и оружие понижали уровни до адекватного сложности подземелий. С боссов таких подземелий падал 660-й лут. Кроме того, с этим типом подземелий были связаны еженедельные ивенты, и по прохождении пяти инстанцев игрок получал печать неизбежной судьбы, новый вид валюты для бонусного ролла в рейдах и подземелиях эпохального уровня сложности. Бонусные события. Для того, чтобы облегчить фарм нужных очков кристаллов и другой валюты, разработчики ввели бонусные события, которые изменялись каждую неделю. Игроки получали награды, проходя пятерки, поля боя, бои питомцев и подземелий в режиме путешествия во время. Продолжение легендарной цепочки. Патч 6.2 продолжил легендарную цепочку, в результате которой можно было получить кольцо 735 уровня. Изменения в профессиях. Крафт был настолько поломан, что в этой сфере уже трудно было что-то испортить. Я имел ввиду, чтобы сделать лучше. Нас ждали новые уровни лучшавок для крафтовых предметов, а также новые высокоуровневые реагенты. Полеты над Дренором. Вот это интересная тема. Объявив о том, что полетов не будет ни в 6.2, ни в последующих дополнениях, разработчики испытали на себе неиссякаемые лучи добра от игроков и изменили свое решение. Полеты ввели, но только после выполнения энного количества ачивок. Рейд цитаделяцкого пламени. Новый большой рейд с 13 боссами, у которых было много лута, включая новый рейдовый комплект доспехов Т-18. Главная тема рейда – Пылающий Легион, и поэтому в дизайне было задействовано 50 оттенков зеленого, немножко мрачного. Последний босс – это наш старый знакомец Архимон, в виде которого много знакомых визиономий. Монород, Гургот, Трон Кровожат, правда немного растастелший, а также Оскверненный Разрушитель. Патч получился неплохим, особенно рейд, но в целом фармить дейлики и новые инстанции на 5 человек было уже влом. Поэтому я заходил в игру, опять же, только в рейдовые вечера. И в онлайн затягивало все больше и больше. Собственно, это все, что я хотел вам рассказать о патче 6.2 и состоянии игры после первого полугода. Да, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если вам есть что вспомнить, отписывайтесь в комментариях. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. С вами был Деквин, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok